Торонто я живу, слыхали? Канада, Канада. А чё вы из Херсонской области чёшь на море говорите? Или вы урождённый украиномовник? Не понял, что это. Вы урождённый украиномовник или вот недавно перешли на мов? Нет, чё говорю, я украинец. Ведь корня... Ну, украинец, украинец это это... Вы думаете, что на Херсонской области все по-русски говорите? Ну, нет, в сёлах, я думаю, на украинском, даже в Белгородах тоже. Даже в Белгородской области в сёлах есть на украинском, говорят. Это же сельский язык, поэтому в сёлах логично, да. Но если вы из сельской местности, то тебя... Как вас звать? Олег меня зовут. Ну, бывал я в Каховке, Новой Каховке. Бывал я в Каховке, не так давно бывал. Процентов 20 у вас, говорит, на украинском. В Каховке, у Новой Каховке. В Херсоне процентов 12. Какие девацы, если вы проезжаете, вы говорите по... Ну, ладно, неважно, вы имеете право на какой хотите говорить. У вас какие-нибудь вопросы есть ко мне? Я ваш умову разумею, поэтому вы с вами говорили. Если бы не разумил, то бы не говорили. Я в школе изучал вашу мову, я её разумею. Ну, спрашивайте ещё. Ну... Вы по нации и кто? Сейчас слово нация обозначает. Вы каждый из Харькова. Вы каждый из Харькова. И кажете нашу мову, вашу мову. Но я ж не украинец по национальности, я русский. Поэтому для меня мова это признак этнический. Этническая характеристика и свойства. А вы выросли и родились в Харькове? Да, в Харькове. А в каком году вы с батьками приехали сюда в Харьков? Что ещё раз повторите? В каком году? В каком году вы приехали сюда с батьками в Харьков? В 20-х сиди-то с бабушкой привезут сюда. Не, у меня... У меня прадед ресторан в Харькове имел до большевиков. И он как раз говорил, что малоросов... Дальше половых не допускать. Это вороватый народ. Но я с ним не согласен. Я считаю, что одинаковые вороваты, что у украинцев, что у русских. А я так считаю. А он читал, что вот малоросы более вороваты. Это такое предание, вот, переходит по семье. Так что у меня... У меня корни по прадеду, я же говорю, он ресторан в Харькове имел. Харьков вообще к Украине не имел отношения до большевиков. В 18-м году, 3-го марта, по Брестскому миру, Харьков впервые очутился в Украине, в Украине, в НР по злой воле большевиков. Как и часть Кубани, Ростовской области, Белгородской современной, Воронежской. Потом эти земли вернули, а Харьков в Донбасс. Ленина, так сказать, цинично оставил в УССР. Даже у него фраза такая циничная есть, в школе, наверное, изучали. Мы помогли Украине пролетариатам, если слышали. Вот такая была прессия. Это была Украина в 1918 году, да, это была Украина. Поскольку большевики отдали эти территории Украине. Они могли и до Волги отдать. Тогда сейчас бы пели про украинское место Саратов. Но не было. При империи это ж не было Украиной. Правильно? Раз и была не Украина тогда. Украина тогда была как территория, да. Но вот Донбасса и Харьков в ней не было. Хорошо, Торонто. Как территория была. Вот я вам могу даже сейчас прочитать из британской энциклопедии выписку, что было Украиной в 1908 году, например, да. Значит, Ukraine. Former Eastern Lens of Rage Посполита. Which has been lost in 7th century. Перевожу. Украина, бывшая восточной земле Речи Посполитой. Утраченной ею в 17 веке. Это по британской энциклопедии 11 издание. И они взяли из энциклопедии Брагауза. В энциклопедии Брагауза там точная территория Украины указана вплоть до уездов. Я вам там долго целая страница перечисления. Я вам резюме зачитаю. Таким образом, Украина обнимала собой юго-восточную часть нынешней губернии Подольской. Это на 1908 год текст. Губернию Киевскую. Юго-западную часть губернии Черниговской. Губернию Полтавскую. Губернию Екатеринославскую. И губернию Херсонскую. Харьковской губернии в этой территории Украины не было. Донбасс была часть, захватывала половину Екатеринославской губернии. Захватывала Украину. А Слобожанщина не была Украиной. Поскольку Слобожанщина была в Московском царстве на момент 1654 года, когда вы пришли из Речи Посполитой в Московское царство. Так что это впервые такое злодейство случилось, что Слобожанщина большая часть оказалась в Украине именно по злой воле большевиков. В 18-м году, 3 марта, по Брестскому миру. Вот так. Я этот вопрос досконально изучал. И не по российским, не по украинским источникам, а по нейтральным, по британским. Вот бритцанты энцеллопедии. Все, она врать не будет. Потому что она нейтральна. Что, в Торонто? Торонто, это же какая-то провинция в Канаде? Антария. Антария. Слухайте, такая провинция Манитоба, знаете? Знаю, соседи наши, да. Далеко? Виннипех. Ну, Виннипех, столица, да. Ну, я не знаю, я не знаю, я не знаю, столица или нет. Это самый крупный город Манитоба, Виннипех. Это средоточие в вашей диаспоре, кстати говоря. Два города, Виннипех и Эдмонтон. Там очень много украинцев в процентах. Ну, тоже там живы-брату и родственники. Ну, я же говорю, что и вот эти два города, Виннипех и Эдмонтон, из больших городов, это место обитания в вашей диаспоре украинской. Да, все верно, что он там живет, да, все нормально. Ну, ладно, есть еще вопросы ко мне. Все доброе, узнавайте, бывайте. Хорошо, всех... Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Воронеж передали, в 1922 году, в Воронежской области. А в 1922 году Левская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну, еще... Я голос себяbed сентяб thế Девчика по экологию. Да. Да? А как называется? Да. Колясо, ну, соединенный штат а �-экизер淇. Субтитры сделал DimaTorzok в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо и черный жопа меня не нравится черный жопа ты чё наверно зря жалел деникин хама их надо было бросьбой да плетьми а вот теперь не воинство не храма мократия помойки диктует морду на мораль мне наклевать а сердцу горько за родную россию как гуси их рассеют тяжела будет и с вами аркашовский был был сделан украинским углом и ночевым и 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 Субтитры сделал DimaTorzok